Друзья, всем привет! Всем здравствуйте! А мы сегодня опять приехали в город Воронеж. Сейчас мы находимся в торговом центре галереи Чижова. И я хотела вам показать тут одно интересное место. Сейчас мы поднимемся по эскалатору, я покажу. И вот мы поднимаемся на второй этаж. Сейчас мы будем подниматься на третий этаж. Да, надо с собой брать чемодан денег, чтобы здесь накупить много-много обновок. Так, в магазинах здесь много. Вот мой любимый магазин Кажеттерии. Потом я и сюда задвинулась. Может быть. Так, ты никуда не куда? Вот сюда. Едем на третий этаж. Но это еще не все. Мы сейчас еще поедем на четвертый этаж. Ну, кому интересно, так посмотрите. Какие здесь магазинчики. Может быть, кто-то что-то увидит в свой любимый магазин, в который он всегда любит заглянуть, когда приезжает в Воронеж, в галерея Чижова. Ну и, наконец, заключительный четвертый этаж. Там только крыша. Так, вон туда надо ездить. Где кабанчики? Тут, конечно, тоже есть магазины, но в основном это этаж такой развлекательного характера. Тут разные кафешки для детей, разные мероприятия проводят. Зимой тут утренники проводят. Так, ну я, собственно говоря, иду тут в одно интересное местечко. Хотела вам показать. И там даже еще выше можно уехать. Вот сейчас мы дойдем до эскалатора, уедем еще выше. А выше там что? Кинотеатр же? А, друзья, выше там уже кинотеатр. Нам пока выше не надо. Смотрите. Это такое кафе. Вот в таком стиле. Стиле средневековья. Но мы, конечно, сейчас в кафе не собирались идти. Я сейчас вам вот так покажу. Его антураж. Вот с внешней стороны. Посмотрите. Это какая-то темница. Что-то такая темница. Сюда сажают, ну, наверное, тех, кто не заплатит за свой обед. Да, не хотела бы я в этом кафе не заплатить за свой обед. Ну, если мне разрешат, я вот так вот чуть-чуть вот тут вот с краешку сниму, пока не выгонят. Тут тоже, видите, как красиво. Я говорю, никогда я там не была. Хоть вот так вот с краешку засняю. Видите? Тут какие-то автомобили, ретро автомобили. Ну, пойдем вот так вот проехать. Пока нас не выгнали, я пройду. А может, и не выгонят. Может, я пошла меню смотреть, правда? Так, ну вот. Шкура медведя. Друзья, вот тут я никогда не была. Вот впервые моя нога вступает здесь вместе с вами. Ну, посмотрите, такой мост. Сейчас мы идем по мосту. Тут вот даже водоем. Водоем. Это какой-то... Мост находится в каком-то якобы древнем корабле. И тут тоже можно вот сидеть, обедать. Правда, тут такой вот полумрак. И даже вот такая вот древняя какая-то тут лампа висит. Рядом пушка. Тут канаты, канатные веревки. Вот. Ну, вот, собственно говоря, само кафе. Как интересно. И он вот так вот даже тут вот висит. Смотрите. Парк хлеба и зрелищ. Ну, мы потом в кафе заглянем. Сначала я тут-то снимаю. Тут вот такие античные колонны. Зевсы, Афродиты. Держат эти колонны. Столики тут тоже вот в таком интересном стиле. Вот в виде бочек. В пиратском таком. Пираты, наверное, любят так вот встать за этим столиком. И выпить чашечку кофе. Или бокал пива. Я даже не знаю, что тут вообще продают. Но, наверное, все. Ну, как вы видите, кафе, конечно, очень интересное. Очень. А там вот, я смотрю, лестницы даже наверх есть. А что там? Наверх. Наверх. Мы очень высоко находимся. Вот посмотрите. То есть в окно посмотреть. Высоко. Это второй этаж этого кафе. Но тут сплошное средневековье. Даже вот эта вот люстра. Сама за себя говорит. Вся в цепях. Так, ну, тут столики. Быстрее. Вся в гости. Лучше. Может быть. Что? Похват. Вся в гости. И. Вся. 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 тут конечно на втором этаже поспокойнее и посветлее спокойно можно сидеть наслаждаться чашечкой кофе а тут прям какой-то театральный уголок посмотрите во-первых тут маски но это вообще для любителей театра вы посмотрите тут такие вот замечательные куклы вот такие милейшие просто милейшие куколки старый какой-то приемник готов так пятидесятых шестидесятых ну а тут такие уже конечно куколки не очень милые даже жутковатые посмотрите вот эту куклу вообще вам даже боюсь показывать ну ладно покажу это уже какой-то фильм ужасов маски здесь уже такие какие-то жутковатые в общем как видите здесь неоднозначное такое впечатление вот именно в этом уголке тут балкончик ой я я боюсь друзья я боюсь высоты тут крышу там нам карлсон живет где-то сейчас он только спрятался наверное за той трубой карлсон карлсон ты где нет не хочет не хочет пока к нам выходить карлсон так ну мы пойдем дальше друзья продолжаем обзор этого замечательного кафе как видите вот у нас тут уже проспект сицилийский видите куда мы пришли тут уже началась италия суда представители мафии наверное любят заглядывать на огонек но тут нам делать нечего мы к мафии не имеем отношения более тут уже за дверью наверное какие-то уже узники сидят которых сюда запрятали представители мафии нам лучше отсюда уйти и чем быстрее тем лучше а вот тут уже поспокойнее тут уже вот посмотрите рыцарский мост ну вот собственно говоря и он мост с рыцарями вот издалека вам показать ну хоть это и мост там все равно стоят столики так надо нам отсюда выбираться понемножку вот он уже и баба его выглядывает карлсон не стал выглядывать а баба его уже тут как тут ждет кого бы есть схватить так а тут что а тут что или тут уже кухня я даже не знаю куда я зашла площадь гламура вот кстати как работает тут вот посмотрите время работы но в принципе это а нет там что-то еще есть я тут заблудилась друзья ну и что тут а тут уже ресторан это уже ресторан сюда мы не пойдем тут совсем нельзя смотрите какая люстра интересно тут уже на нас ждут гостей так мы надо сейчас будем выбираться опять туда вот вниз в общем кафе тут заблудишься вот на самом деле какой-то средневековый замок вот смотрите прям идем по мостовой вниз тут опять же автомобили которые нас встречали когда мы только зашли в это кафе наверное вам интересно будет посмотреть меню мы сейчас туда заглянем ну вот сам вот этот вот видите корабль древний тут посмотрите нет это как интересно так что желающие могут и в корабле позавтракать или пообедать и столько их устраивать там темновато извините извините увлеклись чуть зашли не туда но нас вовремя сделали нам замечанием мы пошли теперь куда нужно вот что значит увлечься процессом и зашли уже на кухню так ну вот мы опять до свидания и вот мы опять уже вышли сейчас хотела вам показать вот тут еще как интересно ну а вот кто тут уже клеяник сидит спрятался томится в застенках этого замка не знаю что он такой сделал но не знаю денег него что ли не хватило на обед за обед заплатить бедняжка вот несколько лет он уже здесь станется в этих застенках тут у нас бутафорский сыр такие вот интересные бутылки узатые и длинные так а вот и они виновники того что мы вообще сюда пришли и что я решил показать это кафе вот наш самый любимый персонаж подосвечивает в общем это кабан он так много выпил пиво наверно что уже от рамбиси лежит такой на столе даже язык высунул отдыхает а это его друзья лис заяц и какой-то волк пират по всей красе во всей красе вот ну и тут вот сейчас мы на бабе-ягу смотрим с другого ракурса смотрели когда были на втором этаже до этого вот а это вот дом бабе-яги вот видите такая избушка она более какая-то современная не совсем избушка-развалюшка и вот у нее тут такие лапки у этой избушки одна лапка вот стоит крепко собственно говоря и держится этот дом прямо на одной лапе а вторую лапу избушка поджала вот такие массивные лапы какие-то локти-кохти в общем вот такая тут какие-то уже корни проросли и поморы кругом вон бабли-яга вот видите поворот ой тут парамузик веди друзья надо захорест спряжаться тут какие-то щупальцы я шучу шланги такие тут кухня какие-то баллоны ночью то что смотреть не очень интересно так а тут уже тайская спа-деревня вот нас встречает вот такой стенд хаттей улыбается приветливо это классик красивый ларец ночью для любителей востока здесь открывается другая вселенная тут каждый найдет для себя что-то кто-то средневековья а кто-то все прелести тайской деревни а вот друзья какие услуги предлагает тайская деревня романтика азии подарочные сертификаты фито арома сауна тропический душ тайский спа массаж спа для двоих кедровая и дубовая фито бочка для двоих спа праздники девичники и китайская чайная церемония ну если бы я допустим решил сюда прийти я бы пошла на чайную церемонию люблю чаек попробовать какой нибудь который я не пробовала а вот и конорейка тоже встречает гостей на входе можем конечно кинетеатр вам показать доехать еще выше синема парк сейчас доедем если я лучше не смотреть для тех кто боится и как и и и и и и Ну, вот тут у них, собственно говоря, проходят кемисиансы. Помещение выкрашено в такой красивый благородный синий цвет. Вот такие фильмы сейчас тут идут в зал. Посетители еще любят фотографироваться даже с Акишем. И водоемчик тут еще есть, и пантера черная. Там наверху все, уже крыша. И обратите внимание, пантера сделана таким образом, что если бы в этом подоземе плавали рыбки, то она бы и стояла, высматривая. Вот обратите внимание на выражение ее мордочки. Она стоит и смотрит, кто же там плавает. Жаль, что тут нет, конечно, рыбок никого нет. Хотя бы каких-нибудь там искусственных можно было просить. А то вот на кого она смотрит. А взгляд ее явно такой заинтересованный. Что-то она там увидела интересное в воде. Ну, задумка интересная. Пантера есть, водоем есть. Осталось сюда рыбок запустить. Не обязательно живых. Главное рыбок. Когда эта задумка автора была бы полностью завершена. А то какая-то неоконченная присутствует. Ну ладно, а мы пошли дальше. Друзья, по пути нам встретились вот такие динозаврики. Что-то она тоже рекламирует. Ну, не динозаврики куда-то пошли. А, они поехали вверх. Сейчас мы проводим. Ну, пока-пока. А мы тоже пойдем дальше. Дальше гулять по Воронежу. Честно говоря, мы сегодня сюда приехали. В этот замечательный город. Не просто так походить, побродить. Сегодня вечером здесь состоится концерт. В клубе 12. Так этот клуб называется. Группы Сколос. Мы никогда не пропускаем концерты этой группы. Хотя они приезжают и к нам в Липецк. Но мы иногда любим съездить на концерт группы Сколос. Именно в какой-то другой город. Так интереснее. В прошлом году ездили на концерт этой группы в Тулу. А вот в этот раз Воронеж. Уважаемые посетители, нахождение в торговый центр безвязки столько запрещено. Друзья, ну мы покидаем в Валерее Чижово. Идем на выход. Кого заинтересовал данный торговый центр, приезжайте, погуляйте, привозите с собой много денежек и привезёте отсюда много покупок. Ну, мы пошли. Друзья, а это рынок Кольцовский в Воронеже. Тут есть, на территории, можно сказать, этого рынка, замечательный магазинчик. Магазин игрушек. Если мне разрешат там снимать, я сниму. Вот этот магазин. Он маленький, но удаленький. Называется «Властях и сказки». Я обожаю сюда заходить. В какую-то как сказку заходишь. Видите, прям заходишь. И со всех сторон игрушки. Пойдёмте, да. Вот, вот даже там есть калейдоскоп. Вам так подарили. За хорошую воду. Спасибо. Выпусти. А, извините, сейчас. Выходим. Тут, конечно, тесно, но ужасно. Интересно. Выпустили подарок на 23-м и выброси. Так, по 23-м. Напоминает магазин СССР. Пожалуйста. Тут и куклы такие же. Вот, видите. Покойный образ. Сейчас, стой. Так. Ой, новая пришла. Приключение парабольчиков неплохое. Сейчас я покажу. Я вот всё так и не показала этот калейдоскоп. Он отсвечивает. Вот, 200 рублей. Вот, как раньше. И вот такая вот юла, как раньше. Видите, где там скачет всадник. 780 рублей. Шарманки. Ну, вот, редко сейчас можно такие вот замечательные магазинчики встретить. 460 рублей шарманка. Гармошка. Ну, в общем, меня радуют такие магазинчики. Вот такая штучка. Когда сын был маленький, у нас такая была. 240 рублей. Типа как он свисток. Дубочка-свисток. Если туда сильно дуть, вот этот вот поезд, он будет крутиться, по рельсам ездить и заезжать в этот грот. 420, так я смотрю. Да, они уже идут сразу. Такое интересное. Тоже производство по России. У меня тут можно 480. Вот, а что там до 480 сейчас? Ну и самое интересное, там вот ещё разные резиновые игрушки. Так как это Воронеж, естественно, это фабрики Воронежской. Опять же, ну чего только нет. Вот, обратите внимание, тут и наборы разные. И пальчиковый театр. А это вот животные даже фирмы Весна. Российская фирма тоже редко где можно увидеть. Но здесь всё есть. Вот, ну здесь есть, конечно, китайские. Вот они тут и по одной штучке, и в наборах. Жуков тут опять же куча, 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 куча. Вот котёнок ГААП. 90 рублей. Воронеж. Производство. Песочные часы. Нет, это 4 в 1. Это вот покупайте 4. Ой, тут уже, ну это уже китайское, но опять что-то. И динозавры, и в общем разные зверюшки, обезьянки, как видите. Нет, это будет. Будет. А тут деревянные. Смотрите, деревянные. Это 4 в 1. Потому что скоро день рождения. Мы тогда к вам ещё раз придём и вводим остальные части покупать. Да, номерочек. Да, действительно, это магазин, в который охота вернуться. Я пару раз вставлю. В который охота прийти. Так, и вот здесь вот. И волчки. Деревянные, по 100 рублей. Я уже всё, я вас засмотрелась, я вас поздоровалась, я работаю воспитателем. Я уже понесусь. Мамы в инстаграмме у нас были? Нет. Я вам сейчас видеть, чехуля. А тут вот, так, сейчас я поправлю цельник. Сколько он стоит? 350 рублей стоит вот такой пиноккио. Для кукольного театра. Кстати, первый раз такого вижу. До этого какие-то вот клоуны, такое что-то попроще. Вот на лягушонок. Но лягушонок не из кукольного театра, просто для красоты. Лягушонок 450 рублей. Можно у вас ещё этот робот? Я бы всегда присоединила ему робота. Мячики. А, вот эти эти хорошие, по качеству. Только я не знаю, какое. Это полицейский идёт, это у нас что-то зелёная. Такая машинка. Да, это зелёная. Собственно говоря. А вот смотрите, какой ещё трамвай. Вот, потом 450 рублей. На эти штуки пройти не могут. Вот, вот, уже на Эль-Псад. Вот, ну тут разные, там ещё матрёшки. Разные игры деревянные. Ну, вот такой магазин. Друзья, я вам показала. Надеюсь, когда вы будете в Воронеже, вы сюда придёте. И что-нибудь купите. Ну, а мы пойдём. Пойдём дальше. А, написано. Друзья, зашли перекусить в кафе. Выбор тут большой, но мы сюда заходим. Купить здесь. А вот они, печёночные оладки. Купили парочку за 130 рублей. Вот такой здесь у нас столик круглый. А их вот, филиты из окна. Бально тут у нас рядом. Ну, в общем, всем, кто сейчас обедает, всем приятного аппетита. И нам тоже приятного аппетита. Друзья, а сейчас мы находимся на Соборном рынке, недалеко от Северного храма. И вот я вам хочу показать скульптурную композицию, которая называется «Памятник продавцу и покупателю». Памятник был установлен в 2009 году, в тону Нового года. Трёхтонная бронзовая скульптура установлена перед входом на Соборный рынок и приглашает покупателей совершить здесь покупки. На рынке считают, что композиция будет приносить реальную прибыль торговцам. И уже появилась примета, связанная с этим памятником. Несколько людей попытались потереть зеркальце, которое держит в руках бронзовый продавец за несколько минут до боя курантов, чтобы в Новом году их ждала только прибыль и удача. Вот это зеркало. И теперь сами продавцы каждое утро трут в зеркальце, чтобы наступивший день принёс им хороший заработок. Ну, не знаю, насколько эта примета работает. Но именно такое описание про этот памятник есть в интернете. Создал эту композицию, которая весит 3 тонны из бронзы. Скульптор Андрей Терехин. Высота композиции 2 метра. Данная композиция изображает сцену покупки шали молодой девушкой. Продавец держит в руке зеркало, в которое смотрится примеряющую шаль девушка и одновременно общается с её спутницей, удерживая её за руку. Вот сейчас мы сможем увидеть процесс покупки. Девушка примеряет шаль. Продавец предлагает посмотреть в зеркало. А спутница девушки что-то говорит продавцу о предпочтениях, какая шаль им нужна. И вот если мы посмотрим, что видят покупатели, которые заходят непосредственно вот в эту арку. Вот так они заходят. И вот их встречает этот памятник. Это скульптурная композиция. А за памятником северный храм. Ну и множество тут, множество разных, можно сказать, улиц из магазинчиков. Как и на любом рынке. Даже указатели. В какую сторону идти за фруктами, а в какую сторону идти в рыбную лавку. Ну а мы, друзья, пойдём дальше. Друзья, ну сходили мы на концерт группы Сколот. Правда, пришлось остаться с ночёвкой в Воронеже. А теперь вот, как видите, утро, 6.29. Мы сидим на автовокзале и ждём своего автобуса. Автобус у нас на 6.40. Наше путешествие подошло, к сожалению, к концу. Теперь до следующего нашего приезда в Воронеж, когда я вас познакомлю с достопримечательностями этого милого, красивого города. Милого, потому что мне вчера встретились одни хорошие и добрые люди. Но это уже совсем другая история. Ну, остались приятные впечатления. Друзья, заканчиваю свой обзор. Пойдём уже на перрон, садиться в автобус, поедем домой. Всем желаю счастья, удачи и, конечно же, хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»